Мы начинаем наш вебинар, дорогие друзья. Спасибо огромное вам, что вы дождались. Я вижу, что у нас есть еще участники онлайн. И я надеюсь, что участники, которые подключались с самого начала, также к нам чуть-чуть попозже присоединятся. Итак, меня зовут Анастасия. Я являюсь сотрудником «Белой трости». Оно «Белая трость». И мы вас приветствуем на третьем вебинаре проекта «Мультимобильность в трудоустройстве». Данный проект реализуется в рамках программы «Создавая возможности» Фонда поддержки развития филантропии КАФ. На вебинарах мы знакомим служителей с историями профессионального успеха людей с инвалидностью по зрению, реализующих себя в различных сферах. И сегодня у нас ведущая вебинара Юлия Васильева с очень интересной профессией. Она незрячий клинический психолог. Юлия имеет богатый опыт. Она закончила Новосибирский государственный университет, если я правильно запомнила. И работала в различных службах телефона доверия. Также имеет опыт работы в Израиле, где являлась сотрудником реабилитационного центра для людей, имеющих проблемы с алкоголем и наркотиками. И перед тем, как я передам слово Юле, которая подробнее расскажет о том, как она училась, о том, как она прошла этот путь трудоустройства, о том, как она работала и получала свой опыт. Может быть, она поделится с нами секретами успешной работы. А я бы хотела отметить для всех слушателей, что на данной платформе есть активное окно чата, куда вы можете отправлять свои вопросы для нашего спикера. Соответственно, по завершению Юлиного выступления, я надеюсь, Юль, будет удобно, если вы расскажете о себе, а потом мы зачитаем вопросы. Или можно по ходу, как ваше предпочтение. Если вам будет удобно, то можно задавать вопросы по ходу чата. По ходу. Ну, хорошо. Я тогда просто буду предупреждать, что у нас есть вопрос, и зачитывать вопросы, которые у нас появляются в чате. Хорошо, все. Спасибо вам большое. И, Юль, благодарим вас за участие в вебинаре и передаем вам слово. Я приветствую всех участников вебинара. Еще раз обращение за технические неполадки, к сожалению, технических всего против меня. Но спасибо, Анастасия, мы со всем справились. И если вдруг, уважаемые участники, у меня проблемы со стандартом, либо меня плохо слышно, пожалуйста, напишите об этом, потому что я это, к сожалению, проверить не могу. Ну, я думаю, сейчас мы начнем. А если у вас есть вопросы, пожалуйста, буду очень рада на них ответить. Я, как правильно сказала Анастасия, закончила Новосибирский государственный университет в 2008 году, то есть тогда это еще был специалитет, не как сейчас в магистратуре и бакалавриат, то есть 5 лет обучения, а в обычном, собственно, ВУЗе. До этого я училась в школе, в специальной школе-интернате, как и многие, я думаю, незрячие в то время. И, к сожалению, то, что я слышала от своих часто учителей, тех, кто работал на школе, училась я достаточно хорошо и часто слышала такую фразу, обращенную не только к себе, но и другим учащимся. Надо же, как жалко, умные дети, а все равно же потом пойдут работать на предприятие УПП. Честно говоря, вот это меня никогда не радовало, как-то было всегда неприятно слышать такой спич, да, такой крест будто бы на тебя ставят, что все равно ты никуда не денешься, ты все равно в системе и против нее вроде бы идти не стоит. То есть, на самом деле, как раз проблема, мне кажется, начинается с этого настроя, потому что я знаю, что и сейчас в некоторых школах, например, моя бывшая коллега рассказывала, что в одной из школ и несколько лет назад их настраивали на то, что максимум важным достижением может быть массажный колледж или массажное училище. Это максимум больше, ни на что, друзья мои, не рассчитывать. Вот это, конечно, неправильно, если вдруг кто-то слышит меня из педагогов. Конечно же, человек должен стараться, а для того, чтобы он старался, ему нужна мотивация. Так вот, мотивации, честно говоря, не было, но, конечно же, хотелось поступить выше. Так, я надеюсь, что меня слышно, у меня опять какие-то... Да, Юра, вас слышно. Хорошо, спасибо. Так вот, я в Новосибирский университет, где на тот момент был открыт грант, с помощью которого немного помогали незрячим студентам обучаться. В каком смысле? Понятно, поступали мы на научных основаниях, но был создан специальный технически адаптивный центр, так называемый, на базе университета, в который мы могли прийти, так как тогда поступила я в 2003 году, тогда еще у каждого студента, конечно же, не было своего персонального компьютера. Так вот, в этот технически адаптивный центр каждый студент мог прийти и получить помощь. Там на тот момент было несколько компьютеров, несколько компьютеров с программами экранного доступа, было несколько брайлевских дисплеев, и, что очень важно, был брайлевский принтер, на котором иногда нам могли распечатывать какие-то нужные материалы. Ну, то есть, собственно, и все. Учились мы в целом на общих основаниях, что мне лично очень нравилось, потому что это немного другая тема, но я за инклюзивное образование, за то, чтобы люди могли все-таки учиться в общей среде. Поэтому учиться было комфортно, студенты помогали, преподаватели помогали. Ну, то есть, как помогали, не относились, к счастью, вот так как снисходительно, там, завышали оценки и прочее, а просто, например, некоторые работы позволяли сделать на компьютере, а не в печатном виде, или как-то еще. Поэтому с учебой, с получением высшего образования проблем у меня фактически никаких не возникло. А вот потом началось, как говорится, самое интересное, потому что было такое ощущение у меня лично, и я слышала у некоторых тоже, что вот главное получить высшее образование. Ну, уж если ты его получил, если у тебя есть диплом хорошего вуза, хорошей специальности, то с работой проблем особых не будет. Вот ты такой красивый, с хорошим дипломом, с хорошего вуза, а вуз, он действительно хороший, выходишь на рынок труда. А здесь вдруг встречаешься с некоторыми проблемами, потому что на рынке труда существует а, большая конкуренция, но это еще ладно, а б, стереотипное отношение к незрячим людям. Я думаю, это многим знакомо, кто искал работу. Я начала искать работу еще на пятом курсе и очень быстро поняла, что простой задачи это не будет. Пройдя несколько собеседований, я поняла, что люди, в свою очередь, очень пугаются, очень удивляются. У меня был даже один курьезный случай, когда я пришла на собеседование. Молодой человек, который его проводил, увидев меня, сказал, а это вы к нам пришли на собеседование? Точно, вы к нам? Когда я сказала «да», я просто была не одна на собеседовании, у него был такой взгляд, он посмотрел назад, то есть было такое ощущение, что он сейчас развернется и по коридору побежит. Я был напуган, человек был растерян. Но, тем не менее, это не значит, что не нужно искать, не нужно пытаться, безусловно, нужно. Но я не знаю, наверное, о самих собеседованиях я расскажу чуть позже, потому что здесь у меня тоже очень богатый опыт. Сначала вкратце расскажу о своем профессиональном опыте работы. Опыт работы у меня был как по профессии, так и вне ее, потому что, закончив университет, даже еще на последнем курсе, я начала работать в качестве волонтера на телефоне доверия в городском Новосибирском. Собственно, просто я сначала проходила практику и получала дополнительный сертификат обучения, потом на какое-то время осталось работать, но поняв, что на работу принять они меня не хотят, причем мотивация у меня была такая, ну, работа поначалу, это небезопасно, а вдруг случится пожар или что-нибудь еще. В общем, ну, были какие-то странные отговорки, не похожие на правду. Поэтому я начала искать работу. Сначала работала в специальной библиотеке для слепых слабовидящих людей в городе Новосибирске, но это не связано с психологией. Продолжала искать работу по специальности, проходить кучу собеседований, и, наконец-то, где-то через полгода после окончания университета, я устроилась уже по-настоящему, как говорится, по-взрослому на телефон доверия друзей. Я проработала около двух лет. То есть, что это такое? Это работа консультанта по телефону, звонили дети разных вопросов, которые были проблемы. Интересная работа, очень много профессионального опыта получила. Затем в 2010 году я уехала в Израиль, прожила там 4 года, и, честно говоря, в поиске работы тоже столкнулась фактически с похожими трудностями. Хотя, конечно, отношение в Израиле к незрячим людям, оно все-таки получше, может быть, меньше стереотипов, но, тем не менее, на собеседовании тебе все улыбаются, говорят, да, у тебя прекрасные профессиональные навыки, да, все хорошо, мы тебе обязательно перезвоним. На этом чаще всего собеседование заканчивается. И было у меня такое ощущение, что именно все-таки в связи с тем, что у меня отсутствует зрение. Ну, все-таки, я думаю, многие меня поймут, это чувствуется, из-за чего тебя не взяли. Иногда бывает ты провалился на каких-то собеседованиях, чувствуешь, что не ответили на какие-то вопросы, а иногда вот чувствуется, что именно из-за проблем со зрением. В Израиле тоже очень долгий путь я прошла по поиску работы, около полутора лет, наверное, не получалось ничего найти. Были там разные обучения и прочее. Но в итоге место работы тоже я нашла. И это одно из, пожалуй, самых интересных было мест и полезных работы. Это реабилитационный центр для людей с проблемами алкоголя и наркотиками. Проработала я там в качестве консультанта около двух лет. Консультировала я как самих пациентов, находящихся на реабилитации, так и их семьи. То есть работа была интенсивной с семьей, с окружением пациента. И там, в принципе, никаких, скажем, проблем у меня не возникло, потому что кроме компьютера и, собственно, голоса, и, собственно, моих навыков, наконец-то, которые я получила в процессе обучения, там ничего особенного нужно не было. Никакой адаптации. Если нового куда-то пройти, то сами же пациенты чаще всего помогали. То есть, в принципе, все было достаточно легко. Затем я в 2014 году переехала в Москву. И в Москве сразу же, по сути, на второй же день я устроилась на работу, но только потому, что это учреждение, собственно, было партнером израильской клиники, в которой я работала. И они меня порекомендовали, я прошла собеседование. Меня взяли на работу, но не в качестве психолога, а в качестве, скажем так, более консультанта по продажам, потому что я продавала услуги клиники. Проработала я там всего три месяца, затем начался всеми любимый кризис в декабре, и у кого-то сказала, что, к сожалению, денег на тот проект, в котором участвовала я, у них больше нет. Но здесь уже, к сожалению, моя, так скажем так, профессиональная деятельность именно в качестве психолога пока, я надеюсь, что пока, прервалась, потому что все остальные места работы, в которых я работала последние три года, они не очень связаны с психологией, но тем не менее, конечно же, получен интересный опыт, полезный тоже. Но сейчас вот я снова нахожусь в поиске работы. Опять новые проблемы, которых не было раньше, новые интересные открытия тоже, которых не было раньше. Ну вот, собственно, наверное, мы и перейдем как раз к поиску работы, а если будут еще какие-то вопросы именно по моей профессиональной деятельности, то, пожалуйста, задавайте. Что касается поиска работы, если мы начинаем с самого, казалось бы, простого написания резюме даже, то, конечно же, никто этому не учит, да, каждый пишет резюме по-своему, как может, как знает. А оказывается, здесь есть тоже много хитрости, много тонкостей. И перед тем, как мы начинаем с этой резюме, лучше бы что-то об этом почитать, посмотреть. У нас очень много статей, даже на том же сайте Headhunter и других системах поиска работы, есть очень много статей, собственно, о том, как писать резюме. И они совершенно не бесполезны. Я в Израиле даже посещала курс, как писать резюме и как проходить собеседование. Это тоже очень важно, очень важно, как оформлено наше резюме. На мой взгляд, если человек тотально не зрячий, очень полезно резюме показать каким-то зрячим коллегам или родственникам, или друзьям, чтобы они его оформили красиво, потому что все-таки у нас это не всегда так хорошо получается, а хотелось бы. Резюме, фото, все это очень полезно и очень хотелось бы, чтобы это выглядело красиво. Это первое. Второе, если мы говорим о собеседовании, здесь, конечно, очень большая такая тема. Я сейчас попытаюсь очень вкратце ее коснуться. Если будут вопросы, то, конечно, отвечу, потому что я лично на своем опыте столкнулась с большим количеством ошибок, пока не понимала, как же это нужно делать, чтобы ты выглядел более-менее приемлемо и чтобы действительно тебя захотелось взять. Во-первых, самая первая моя ошибка, с которой я лично столкнулась, это не стоит приходить на собеседование с сопровождающим человеком. Да, я понимаю, что чаще всего мы едем, устраиваться на работу в какое-то новое место, оно может быть далеко, оно может быть неудобно расположено, но тем не менее лучше сделать это самому. Лучше приехать раньше, я бы иногда приезжала за два часа, чтобы найти какое-то место, сориентироваться, понять, где я нахожусь, а уже потом, собственно, прийти и... То есть, важно, конечно же, как все мы понимаем, первые впечатления. То есть, когда человек заходит на руку с кем-то, не знаю, с мамой или еще с кем-нибудь, то выглядит он уже явно как-то не очень. Кажется, что этот человек, наверное, не самостоятельный. И в этом смысле как раз не стоит пугаться трости, потому что многие думают, что вот если я приду на собеседование без трости, вроде как это будет выглядеть лучше. Трость людей пугает. С одной стороны может быть да, но с другой стороны трость показывает вашу самостоятельность. То, что вы сами можете передвигаться по помещению, по комнате, до помещения и так далее. Здесь уже отпадает вопрос, что вас будет водить за руку. Это первое. То есть, все-таки, на мой взгляд, лучше сделать это самому, да, немножко помучиться, да, это непросто, но в конце концов воспринимайте это как прогулку или что-нибудь еще, чтобы сильно не нервничать перед собеседованием. Вторая ошибка, с которой лично я втолкнулась, это неуверенность. То есть, ты приходишь на собеседование, ты не переживаешь, ты волнуешься, ты очень хочешь, чтобы тебя взяли. Соответственно, держишься напряженно, у тебя такая напряженная мимика лица, чего мы, к сожалению, сами не можем оценить часто со стороны, да, то есть сидишь, есть такой зажатый, есть такой напряженный, и, конечно же, со стороны, наверное, это смотрится тоже не очень хорошо. Но, на мой взгляд, это только опыт. То есть, нужно нарабатывать какой-то опыт, не знаю, даже репетирует, может быть, иногда какие-то вот такие собеседования, диалоги с друзьями, родственниками, да хоть с самим собой. Потому что, как мне кажется, это очевидно, но это очень важно и очень помогает. А я вот, мне надо пыталась посчитать, сколько примерно сотен собеседований мне пришлось пройти за все, практически даже еще меньше, чем за 10 лет, а 9 лет, но поняла, что очень много на самом деле, поэтому какой-то опыт явно уже есть, и какие-то вещи я уже вижу, где ошибки, и что мне стоит делать. То есть, ну, третье, о чем я бы хотела сказать, это то, что очень важно подчеркнуть, собственно, то, почему тебя должны взять на работу. Это, я думаю, люди пишут об этом. То есть, нужно не стесняться говорить о своих достижениях, не стесняться говорить о своих достоинствах, конечно же, связанных с работой. Потому что многие думают, что если я скажу еще и о том, что я умею вязать, играть на скрипте, и так далее, и так далее, то это будет плюсом. Нет, плюсом, скорее всего, не будет. Нужно стараться подчеркивать достижения, конечно, в профессиональной деятельности, то есть, что я умею, какие у меня есть, может быть, эти результаты, какие у меня, может быть, есть, ну, скажем так, фишки, да, если можно так выразить. Потому что некоторые минусы вполне в профессиональной деятельности превращаются в плюсы. Например, в той же психологии многие говорят, что, ну, как же, отсутствие зрения, визуального контакта ведь нет, а это так важно. Важно видеть, как человек при этом, не знаю, как он положил руку, что он в этот момент делает и куда смотрит. Да, это важно, несомненно. Но очень многие мои клиенты, особенно пациенты с проблемами с наркотиками, мне постоянно говорили, что это плюс, как хорошо, что вы меня не видите. Во-первых, они говорили, что вас поэтому очень сложно обмануть, потому что я своих психологов обманывала вот своим внешним видом, да, своей там улыбкой или своим взглядом, и они верили, что я говорю, и их можно было завести куда угодно. Вас, говорит, этим обмануть нельзя. А во-вторых, очень многим людям достаточно комфортно, когда их не видишь, когда их не судишь по внешности, потому что у многих людей с проблемами алкоголя и наркотиками, как вы понимаете, бывает внешность уже не очень-то, и вот они очень рады, что можно чувствовать себя комфортно, спокойно, на них их никто не оценивает как раз по зрению. Поэтому, в принципе, вы в любой профессии, на мой взгляд, можете найти вот такие плюсы. Очевидно, вроде бы это минус, да, я не могу следить за, лицом, заменникой, за жестами, но вот, пожалуйста, это минус, который можно перевернуть в плюс. Собственно, идя на какую-то работу, как раз можно для себя вот эти плюсы найти, заранее подготовиться. Кстати, подготовка к собеседованию, это то, о чем я не сказала, это тоже очень важно, и так важно понимать, куда мы идем, важно посмотреть, не знаю, там, сайт или какую-то информацию о компании, куда мы идем, потому что иногда ходишь на собеседование, и тебя спрашивают, вы знаете, чем занимается наша компания, вы знаете, какая у нас миссия, какие задачи, какие цели. Здесь некоторые так повисают, говорят, ну, наверное, это что-то такое связанное с... Так вот, хорошо, если этот ответ будет четкий, такой, грамотный, и работодатель увидит, что вы действительно заинтересованы, что вы понимаете, куда вы идете, а не просто ищите работу хоть какую-нибудь. Вот. Это еще одна ошибка, с которой я лично сама столкнулась. Опять же, еще, на мой взгляд, одна важная вещь, это отвечать или, может быть, даже предупреждать вопросы работодателя о вашем зрении, о ваших возможностях. Потому что многим работодателям как-то некомфортно или они стесняются задать вопросы типа, как вы будете работать, например, на компьютере или на каких-то других устройствах, как вы будете добираться до работы, и как вы будете работать с чатами и так далее, и так далее. Так вот, если вы видите, что работодатель таких вопросов не задает, то не думайте, что ему просто неинтересно. Скорее всего, просто как-то боится или ему как-то некомфортно не задать. Так вот, поэтому можно в разговоре со мной как-то упомянуть или даже показать, если у вас есть с собой какое-то устройство, что вот с этим я могу работать так-то и так-то, с другим я могу работать так-то и так-то, и, собственно, вот с этим и с этим у меня проблем не будет, а вот здесь и здесь, возможно, нужно подумать. В принципе, мне нужно пытаться сделать вид, вот я знаю, что многие слабовидящие на этом попадаются, если можно так сказать, они иногда делают вид, что все хорошо, то есть они думают, а вот я сейчас приду, я буду без очков, и никто, наверное, не заметит, что у меня нет проблем со зрением. Так вот, друзья мои, заметят еще как. Поэтому это все лучше, конечно же, каким-то образом озвучить. Хотя я понимаю, что шансы приема на работу при этом очень сильно снижаются. Кстати, вопрос о том, как себя вести до собеседования, есть разные мнения, говорить ли по телефону о том, что у тебя есть проблемы, или не говорить. Так вот, мой опыт и мое мнение показывают, что не говорить, к сожалению. Хотя логика подсказывает, что нужно быть честным, но я, когда я пробовала говорить, меня не приглашали на собеседование в 100% в случае. Если я говорю, что у меня есть проблемы со зрением, ни один человек не приглашал меня после этого на собеседование. Если же ты не говоришь и приходишь к работодателю, да, конечно же, сначала это может вызвать шок и недовольство, а почему же человек не сказал, но в таком случае у тебя есть шанс произвести впечатление. Потому что если я по телефону говорю, что у меня есть проблемы со зрением, то человеку, работодателю или HR может представиться некий, простите за выражение, инопланетянин. Потому что кто такой человек с проблемами зрения? Что это вообще? Что с ним делать? Зачем он мне нужен? Он наверняка ничего не умеет, его нужно водить за ручку. А вдруг у него еще какие-то дополнительные нарушения? Нет, нет, спасибо, мне такой сотрудник не нужен. Так вот, чтобы такого не происходило, как раз я лично рекомендую не говорить об этом по телефону, то есть задать все интересующие вас вопросы, уточнения, потому что есть, например, вакансии, на которые нам изначально нет смысла идти, да, если мы понимаем, что там будет какая-то работа, например, там с кассой, документации, еще с чем-то таким, с чем мы работать не сможем, просто более подробно спросить о вакансии, спросить о своих обязанностях и, соответственно, тогда уже решать, подходит нам это или не подходит, и стоит ли идти на собеседование. Еще один важный момент, который хотелось бы осветить, это, собственно, наше моральное состояние. О чем я уже говорила, да, идти на собеседование как можно более спокойно, но важно еще, как мы чувствуем себя после собеседования. Потому что я часто слышала от людей такую фразу, что ну вот я раз, два, три сходю на собеседование, меня не взяли, я расстроился и больше не хожу. Вот серьезно, есть такие люди, в которых это кажется, что вроде бы, ну, такого не бывает. Так вот, ну, это тоже приходит с опытом, я тоже после первых собеседований очень сильно расстраивалась, а сейчас я это воспринимаю как, ну, то есть я так ставлю себе галочку, и говорю, ну, хорошо, здесь не получается, пойдем дальше. И плюс еще стараюсь анализировать каждое собеседование на предмет того, где я могла ошибиться. Потому что это очень полезно, некоторые вопросы, например, ответы можно приготовить, ну, плюс-минус, есть же стандартные вопросы, например, назовите свои цели на пять ближайших лет, или назовите свои, три своих положительных качества, или три отрицательных, то есть, по сути, собеседование – это игра по достаточно жестким правилам. Но есть некоторые вопросы, которые могут задать вам неожиданно, и, соответственно, на них, может быть, вы будете не готовы ответить, но нужно просто стараться не теряться, да, ну, не знаю, если даже вам нужно время, начать с какого-то рассуждения на тему, быстренько собраться и подготовить ответ. Главное – не молчать, не мямлить, не делать большие глаза испуганные, и так далее, и так далее. В общем, в принципе, я думаю, это достаточно большая тема, я просто не знаю, насколько мы располагаем временем, говорить о нем нужно много. Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии? Итак, Юля, у нас есть вопрос, я просто не стала вас, на самом деле, перебивать, не успела. Есть один вопрос касательно вашей работы в Израиле, да, вот, почему, какая причина была вернуться в Россию? Задает нам вопрос Татьяна. Причина была, на самом деле, личная, то есть она не была связана с профессией, с работой. Работа мне очень нравилась, и, честно говоря, даже когда я уходила в отпуск, я даже по ней успевала соскучиться. Просто как-то вот я заскучала по своим, по родным, по друзьям, и поняла, что в Израиле все-таки другой мандалитет совершенно, хотя и друзей у меня там много, и занятий интересных, и спортивных было много, но вот как-то заскучала по родной культуре, что ли, по родным, по друзьям, и, собственно, вот поэтому вернулась. То есть я думаю, если бы я сейчас жила в Израиле, возможно, до сих пор бы там работала, не знаю, сложно, конечно, говорить, если бы, но, тем не менее, работа очень нравилась, и с коллективом проблем не было, и, в принципе, собственно, уходить, вот просто так оттуда я не собиралась. Спасибо большое за ответ, но, соответственно, сразу возникает вопрос, почему вы решили уехать все-таки в Израиль? А, в Израиль, собственно, я поехала просто попробовать пожить, как говорится, в новой стране. То есть был бы такой, я, в принципе, человек такой очень легкий на подъем, если можно так сказать, я люблю путешествовать, и, соответственно, я люблю вот что-то новое. Поэтому, когда я поехала в Израиль, просто было такое желание вот попробовать что-то новое, попробовать пожить в новой стране, почувствовать, как это получится, не получится, и опыт очень интересный, очень полезный, в плане профессиональном и вообще, потому что удалось пообщаться и с людьми из очень разных стран, потому что Израиль – это страна такая, где много очень людей из разных стран, которые, собственно, туда приезжают и там проживают, поэтому интересный опыт и, конечно же, опыт изучения языка, потому что язык выучить очень хорошо, ну, не скажу, как это в совершенстве, но читать, писать, говорить, бегло, переводить и так далее. То есть, так скажем, язык брит, я знаю, даже лучше английского. Сейчас, когда я его взяла, он был тоже на достаточно неплохом уровне. Думала, что даже его используют в России, но все-таки в России достаточно экзотический, достаточно редкий, в профессиональном плане очень сложно где-то найти его применение. Подскажите еще, пожалуйста, вот у нас есть вопрос от Елены Эдуардовны Поповой. Скажите, пожалуйста, а как в Израиле с доступной средой? В Израиле с доступной средой получше, чем в России, если можно так сказать. Все-таки, например, достаточно много волонтерских организаций, во-первых, которые работают с недерячими, причем работают на разные темы. Там и спортом заниматься гораздо проще, например. То есть, доступность спорта тоже, конечно, не в любом месте. Но, тем не менее, я, например, спокойно ходила в бассейн. Вот у нас, когда придешь в любой бассейн, скажешь, я у вас тут похожу, поплаваю, вот, конечно, пробую, не получается. То есть, нужно как-то отдельно договариваться. В Израиле, пожалуйста, вы показали раз, другой, типа, присыл там кому-нибудь, или сам посмотрел, собственно, как выглядит бассейн, одевалка и просто. И ходишь туда, что тебе, собственно, не запрещают. То есть, просто могут там помогать, могут подсказывать и все. Соответственно, так же, ну, просто спорт это близкое для меня тело, поэтому я, конечно, очень знаю об этом. В Израиле есть много возможностей заниматься спортом. Например, перемещаться просто по улицам тоже в Израиле проще, потому что озвученных, тоже не могу сказать, что там все идеально. Конечно, там не все по перекрестке озвучены, но их гораздо больше. Я жила, например, в достаточно большом городе, и там, даже там их было достаточно много. Озвученные пешеходные переходы, пешеходные переходы, где говорят, какую улицу ты сейчас пересекаешь. Например, остановки оборудованы, не знаю, как это правильно, по-русски называется, таким столбиком, который при нажатии кнопки говорит тебе, какой автобус примерно через сколько придет. Так что, например, транспорт более доступен, потому что, например, когда ты стоишь на остановке, подходит какой-то автобус, открывается дверь и объявляется какой-то автобус, и куда он следует. Не надо подбегать к каждому автобусу и спрашивать, а что это. Если не очень шонно, то вполне возможно услышать этот записанный голос. Да, есть, конечно, плюсы, безусловно. Что мне понравилось, что в Израиле дети незрячие, с самого начала они, собственно, ни в каких интернатах не учатся, если только есть какие-то глубокие дополнительные нарушения. Если ребенок только незрячий, он ходит в обычный детский сад, он ходит в обычную школу, и более того, скажу, он ходит в армию. Зрячие люди ходят в армию, да, вместе со всеми. Да, конечно, люди там не стреляют и так далее, но проходят основную подготовку вместе со всеми, и, конечно, например, они могут там, не знаю, либо лекции читать, либо какой-то офисной работой заниматься. То есть посильной для себя работой в армии все равно не зрячий человек заниматься может. Там никакого разделения в этом смысле не будет. Это, конечно, для меня лично и я. И еще у нас есть один вопрос. Подскажите, какое отношение у нас в ВУЗах к людям с ОВЗ именно интересует отношение зрячих студентов к людям с ограниченными возможностями? Ну, сказать я могу, конечно, только в своем ВУЗе, в котором я училась. У меня не было особых проблем в отношениях как со студентами, так и с преподавателями. А студенты, как потом мне рассказывают уже, когда мы с ними подружились, конечно, вначале они немножечко тушуются, они говорили, что когда мы тебя впервые увидели, мы немножко не понимали, вот как с тобой быть, как к тебе подойти, о чем с тобой, грубо говоря, можно говорить, о чем нельзя говорить. Но тогда, когда я училась, в нашем университете было достаточно немного незрячих. Насколько я знаю, сейчас уже все-таки людей с разными нарушениями стало больше в ВУЗах, и вот в моем ВУЗе не было проблем с этим. Преподаватели тоже относились все с пониманием, да, некоторые просто не знали, как себя вести, некоторые даже подходили ко мне и спрашивали, скажите, пожалуйста, вот что вам, чем вам можно помочь, и как вам нужно облегчить процесс обучения. Были, конечно, иногда там непонимания, когда я писала лекции Шистом Брайля, и один преподаватель, он был такой эмоциональный, он сначала не понял, что происходит, и сказал, что это за звук, ну вот если мы все сейчас будем сидеть и так стучать. Но тут вся моя группа, это уже был где-то второй или третий курс, конечно же, стал на мою защиту, преподаватель, но, естественно, может быть, какая-то моя ошибка, преподаватель, конечно, извинялся и говорил, что я не знал, что это такое, да, что это вообще за прибор, потому что, я думаю, это сейчас нет с этим проблем, можно взять компьютер, ноутбук, телефон, что угодно, большинство студентов вообще сейчас, мне кажется, именно так лекции, тогда проблем не было. А раньше, да, вот этот прибор, грифель, конечно, наверное, были лекции. Но вот у меня лично только одна такая вот была проблема, и все, больше, в принципе, никакого особого отношения ко мне не было. Спасибо вам большое за ответы. Я полагаю, мы можем продолжать. А, продолжать. Продолжать, но вы рассказывали о дальнейшей вашей работе, о том, как, каким образом вы, из какой мотивации вы идете на собеседование, как пришли, на самом деле тоже очень интересная тема, потому что она близка, мне кажется, всем, кому, кто сталкивается с собеседованием и с отказами. То есть у вас, на самом деле, такой уникальный опыт, потому что вы, правда, пытаетесь применить это в дело и использовать все положительные, отрицательные моменты. Вот, то есть насколько, скажем так, еще у меня у самого личного созрел вопрос, примерно, когда у вас случился вот этот переломный момент, когда вы перестали переживать так о том, что вот вас не приняли, и все, вы там ничего не можете, ничего не... Почему? Как так произошло? Ну, сложно, конечно, вспомнить, когда это конкретно было, не было какого-то прям перелома в собеседовании, но на самом деле я помню, что вот когда как раз я устроилась на первую работу, ну, как, можно сказать, на вторую, но профессионально на первую, на телефон доверия, как раз на детский, меня приняли именно по результатам собеседования, и причем руководитель мой говорил мне, что достаточно много было кандидатов, и когда я была на собеседовании, еще звонили люди и назначали собеседование, и, честно говоря, у меня была такая мысль, думаю, ну, да, здесь мне, наверное, ничего не выгорит у меня, потому что столько много народу, наверное, меня не возьмут. Но вот после этого собеседования, после того, как я поняла, что честно по собеседованию можно пройти, действительно устроиться, это, конечно, очень сильно повышает боевой дух, повышает самооценку, потому что ты думаешь, ну, хорошо, да, это возможно. Но вот какая проблема сейчас, например, вот сразу вспомнила об этом, пока скажу, наверное, сейчас, когда я ищу работу, какая возникает проблема, что если несколько лет назад, когда мы искали работу, мы выходили напрямую на работодателя, и чаще всего кто-то из сотрудников компании проводил собеседование, неважно, руководитель или отдел кадров и так далее. Сейчас же какая проблема, что сейчас чаще всего собеседование проводят сотрудники HR. Ответственно, это рекрутинговые агентства и так далее, которые, по сути, не имеют отношения к самой компании. И, по сути, их задача просто найти, грубо говоря, лучшего сотрудника, чтобы к ним потом обратились. Поэтому, вот сами представьте, если вот мы попадаем на HR, и этот менеджер потом предложит работодателю незрячего специалиста. Я боюсь, что после этого может перестать работать с этим агентством вообще. Поэтому я могу понять этого менеджера, который не рискнет, пожалуй, предлагать работодателю незрячего специалиста или, естественно, еще какие-нибудь нарушения. То есть это мне очень даже понятно. Но вот как раз пока как обойти эту проблему и как с ней справиться, я как раз вот сейчас пытаюсь, нахожусь как раз на таком этапе раздумий и попыток разных, каким образом можно обращаться напрямую к работодателям. В больших компаниях это фактически невозможно. В компаниях поменьше можно попытаться это сделать, но тоже не всегда получается. Потому что очень важно хотя бы там письмом или поговорить по телефону именно с работодателем, а не с менеджером, который занимается трудом. Опять же, например, я пыталась какое-то время назад обратиться в платное рекрутинговое агентство. Мы все знаем, что сейчас есть такие агентства, через которые можно за деньги, они помогают найти работу. То есть как это выглядит? Я, например, прихожу к кому-либо иному консультанту, говорю, что вот я такой специалист, у меня такое-то резюме, плачу какой-то стартовый взнос, не знаю, там в каждой компании по разному процентному соотношению, то есть какое-то количество денег за то, что консультант начинает со мной работу. Консультант помогает мне, может быть, отредактировать резюме, может быть, отредактировать мои какие-то цели, то есть чего я хочу вообще в профессии, куда я хочу и так далее, и помогает мне с поиском работы. Очень, на мой взгляд, полезная служба, потому что, ну, действительно, сейчас море вакансий, море профессий, и не каждый знает, куда он хочет, куда ему есть возможность, куда нет. Но, опять же, есть маленькая проблема, что они, вот эти агентства и консультанты, тоже не хотят работать с незрячими людьми. Даже за деньги, друзья мои, так что я уже думала, ну, за деньги-то, то есть в чем суть? Я плачу начальный взнос, а потом, если человек находит мне работу, а я заключаю договор с работодателем, соответственно, я плачу все остальные деньги. Ну, там, например, первые заплаты или какого-то процента от зарплаты. Мне так понравилась эта идея, я думаю, отлично, вот сейчас я, наверное, пути. Но нет, друзья, нет, этим агентством и консультанты тоже очень сильно теряются. Некоторые из них говорили мне, что, знаете, у нас нет специально, у нас в банке вакансий нет никакой работы для инвалидов. И объяснить им, что мне не нужна, собственно, работа для инвалидов, а я, собственно, ищу вакансии и работаю на открытом рынке, то есть можно, но они тебя не слышат. Они все равно считают, что, ну как, если какие-то проблемы, значит, ты должен искать работу в своей сфере. То есть, там, не знаю, если, значит, ты незрячий, значит, что там встает у нас УПП ВОЗ, собирать детальки. Что там еще может быть? Ну, максимум, центр, но этого не каждый. Поэтому одни реагировали так, другие говорили, да-да-да, я вам обязательно перезвоню, и, конечно же, не перезвоню. То есть, вот это, ну, я не говорю, опять же, что не стоит пробовать, может быть, и я, и кто-то, может быть, из наших слушателей, может быть, найдет такое агентство и такого консультанта, и сможем поделиться тогда опытом, и это будет очень интересно. Но пока могу сказать, что это не работает, по крайней мере, у меня. Я сейчас стараюсь распространить, например, как можно, и вообще всегда, я думаю, это полезно делать, когда ты ищешь работу, очень полезно распространять как можно большим ресурсам, людям и так далее информацию о том, что тебе нужна работа. Сейчас это легко, написать в соцсетях везде, ничего в этом такого нет, люди делают перепост, с кем-то поделятся, какие-то даже незнакомые люди могут вам помочь в этом, и, ну, может быть, даже не найти работу, а подсказать какие-то полезные вещи, вот у меня это так работает, я сейчас вышел в социальных сетях, что ищу работу, и откликаются иногда совершенно незнакомые люди, друзья или знакомые моих друзей, предлагают помощь в этом, спрашивают, а вот не обращались ли вы на такой сайт, а вот не пробовали ли вы найти работу через какой-то ресурс и так далее. То есть вот эта помощь, она есть. То есть я считаю, что здесь, понимаете, тоже расхожее мнение, есть люди, которые считают, что если у тебя проблемы со зрением, то тебе нужно искать работу только в своей среде, например, там, не знаю, в ВОЗ, еще где-то, где, как говорится, есть тепличные и комфортные условия для людей с проблемами зрения, где их могут понять и взять на работу. Я вот с этим не согласна, мой опыт работы подсказывает, что это не так, что можно найти работу на открытом рынке, что это нужно делать. Да, не могу сказать, что это легко, не могу сказать, но, с другой стороны, никто и не обещал, что это будет просто, то есть просто это нужно делать, это нужно много сил, нужна поддержка близких людей под час, когда ты, не знаю, опускаешь руки и говоришь, ну, наверное, меня и правда никуда не возьми. Бывают такие моменты, я думаю, у каждого. Но главное, главное, все-таки пытаться, все-таки найти именно ту сферу, то есть цепь, в которой ты действительно можешь полезен и действительно можешь работать. Например, если мы говорим о той же психологии, то есть, конечно, сферы, в которых незрячему человеку работать сложнее. На мой взгляд, например, это диагностика, потому что, несмотря на компьютеризацию, у нас до сих пор большинство диагностического материала – это бланковые методики. То есть что это? Это рисунок, либо текст, напечатанный или написанный на бумаге. Соответственно, я даю этот листок бумаги, либо несколько человек их от руки заполняет, отмечает какие-то галочки или пишет, а что мне с ним делать потом? То есть как мне его обработать, как мне его получить обратную связь. Если бы это все было на компьютере, в программах было бы прекрасно удобно. Но, к сожалению, до сих пор у нас еще все это на бланках, на листочках и так далее. С этим справиться сложнее. Вторая сфера, на мой взгляд, где ни врячим людям работать сложно, но я уже слышала, что есть люди, которые работают, – это работа с детьми. Потому что все-таки с ребенком действительно нужен более визуальный контакт, нужно смотреть на то, как он, если совсем маленький ребенок, как он играет, как он себя ведет с родителями, что он делает, какие у него моторные навыки, движения и так далее. Здесь все-таки действительно зрение важнее, скажем. Но, опять же, я знаю случаи, когда люди работают с детьми, и у них это получают. Поэтому, конечно же, тоже можно пробовать. Сферы, в которых, на мой взгляд, в психологии проще, что ли, может быть, как-то применить свои навыки нам, незрячим людям, это, конечно, консультирование и разные виды терапии. То есть это может быть как частное консультирование, так и консультирование по телефону, так и очное консультирование в различных психологических центрах. Это могут быть, не знаю, досуговые центры семьи, это могут быть специализированные клиники какие-то, это могут быть центры профилактики тех или иных заболеваний или что-то еще. В принципе, профиль достаточно широкий. Это если вы именно клинический психолог. Я сейчас не говорю об организационных психологах. У них немножко другая сфера работы. Но, собственно, клинический психолог – это, на мой взгляд, в основном консультант, а сфера, в которой мы можем консультировать, собственно, она очень разная. Причем консультации могут быть как индивидуальные, так и групповые. То есть работать с группой тоже не нужно бояться. Есть такое заблуждение, что как же я буду следить за группой, они надо смотреть, они там что-то делают, непонятно что. Я работала с группами, и очень даже комфортно можно работать с группой. Есть разные виды контроля группы, не только визуальные, а и с помощью речи, с помощью диалога. Иногда даже некоторые участники группы сами помогают тебе контролировать группу. То есть все это можно построить. Все это реально. То есть вот, скажем, если мы говорим о психологии, то, на мой взгляд, основные области работы – это вот разные, видите, психотерапии, опять же. Даже, что немного, на мой взгляд, сложнее, но все равно возможно, работа в медицинских учреждениях, то есть работа в паре с врачом. То есть как часто работают, например, в психиатрических клиниках, неважно, зрячий или не зрячий, психолог всегда работает, либо психотерапевт в паре с врачом-психиатром. То есть психиатр занимается в основном медикаментозным лечением, а вместе вы разрабатываете какую-то программу, консультироваете программу лечения и так далее. Даже это возможно. Итак, подскажите, пожалуйста, у вас когда-нибудь бывали случаи, что вы вели частную практику какую-то? Частную практику какую-то нет, но у меня были, скажем, частные консультации, когда клиенты, которые находились у меня в Израиле на реабилитации, потом они выходили и просили меня, либо их члены семьи, либо они сами просили меня проводить с ними консультацию. Это было можно, то есть я это узнала. Алло, Юль. Алло, да, я здесь. Слышно меня? Да, да, да. Пропали просто. Вот, собственно, то есть я не могу сказать, что у меня есть богатые частные практики. То есть я, честно говоря, сама не любитель поиска клиентов, да, как раз, то есть, скажем, продавать свои услуги я не очень умею. Мне несколько раз предлагали, спрашивали, почему ты не занимаешься частным консультированием. Ну, во-первых, потому что для того, чтобы начать частное консультирование, нужно достаточно много разных документов, разрешений и так далее. Это не просто так. Взял себе клиентскую базу и, пожалуйста, консультируй. Хотя некоторые делают и так тоже. Это первое. А второе, вот, честно говоря, мне гораздо проще работать где-то в какой-то организации, где есть конкретные правила, конкретные обязанности, и я могу работать с конкретной категорией клиентов, чем саму искать себе базу. Иногда, не знаю, мне иногда, я понимаю, что субъективное мнение, но мне иногда кажется, что работая частным психологом, иногда придется, ну, не знаю, выкачивать деньги из клиентов, назовем это группой. Вот тебе человек, да, а ты ему говоришь, ну, слушай, у тебя еще столько проблем, тебе нужно походить ко мне еще с полгодика. И, если честно, у меня были клиенты, которые мне об этом рассказывали. Прям в открытый клиент психолог после первых, там, двух консультаций об этом, на это очень сильно намекал. Так вот, мне бы не хотелось заниматься, честно говоря, поэтому с частной практикой только какие-то отдельные консультации отдельных клиентов, которые настаивали на том, что мы тонули. Ну, то есть, соответственно, я так понимаю, бывали случаи, когда клиенты, пообщавшись с вами, там, спустя какое-то время возвращались к вам же, да, вне зависимости от вашего места работы. Да, такое бывало. Действительно, в Израиле клиенты после взаимодействия некоторые продолжали, просили меня консультацией, продолжали ко мне приходить, либо их семьи, вот сейчас часто очень пациент выписывается, а, например, родственники пациента, там, родители или супруги очень нуждаются в консультации, а как теперь вести себя с клиентом, как ему помогать и так далее, и так далее. То есть такое, конечно же, бывало. Бывало, и когда звонили через полгода, через год, и тоже спрашивали, а можно ли снова вводить на консультации, то есть, ну, это так же, как с любым, наверное, врачом или любым специалистом, люди все равно запоминают, если их что-то устроило или понравилось, и через какое-то время, да, вспоминаешь об этом, звонишь и говоришь, а вот нельзя ли еще получить вот эту услугу. И я думаю, кто-то занимается частной практикой, например, репетиторы или вот так же частные консультанты, у них как раз так и происходит. Бывали, опять же, случаи, вот, что называется, сарафанного радио, да, когда клиенты, например, передавали информацию каким-то своим друзьям, знакомым, и они потом звонили, говорят, вы знаете, мне тот-то, тот-то рассказал, что он приходил к вам на консультацию, а можно мне тоже, какие условия, а можете мне взять тоже, я бы тоже хотел. То есть такое тоже, конечно же, всегда бывает. Хорошо, а подскажите, вот, насколько вам было комфортно работать с людьми, вот, с наркозависимыми и с зависимыми от алкоголя людьми, ну, то есть это же была достаточно новая сфера, я так понимаю, когда вы устроились в реабилитационный центр в Израиле? Нет, не могу сказать, что это была новая сфера, вот, я, наверное, не упомянула об одной вещи, которые, то есть о своей дипломной практике, раз тема моей дипломной работы, когда я училась в университете, была связана с наркозависимыми людьми, то есть я начала еще с четвертого курса, заинтересовалась темой зависимости и, собственно, начала проходить практику в наркологическом диспансере, и там и проходила и преддипломную практику, и как волонтером немного работала, и, собственно, писала диплом вот на базе, то есть, грубо говоря, исследовательская база у меня была тоже в этом двух даже наркологических диспансеров, мне, в принципе, это всегда было интересно и всегда как-то близко, многие меня спрашивали, а вот ты не боишься, тебе не страшно с такими людьми, они бывают агрессивные, они бывают немного не себе и так далее, но меня как-то это никогда не пугало, и, может быть, поэтому у меня никогда не было никаких эксцессов, я спокойно оставалась в комнате наедине с людьми в разных состояниях, иногда они действительно могут быть агрессивные, иногда они могут быть настроены негативно и на лечение, и на реабилитацию, но у меня лично никаких проблем, там, не знаю, некоторые рассказывают, когда их пытались там как-то напасть на них, как-то ударить, таких проблем у меня никогда не было с этими людьми, всегда было с ними как-то некомфортно работать. Кстати, то, о чем я еще не упомянула, всегда есть что-то, о чем ты не сказал, единственное, чем сейчас я занимаюсь все-таки в профессиональном плане, это волонтерская деятельность в проекте «Помогай другим, помогаешь себе». это социальный проект, тоже телефонное доверие по средствам скайп, то есть у нас есть группа консультантов, людей с различными ограничениями здоровья, находящихся, причем в разных городах, которые являются психологами, профессиональными и которые консультируют посредством скайп людей с любыми проблемами, то есть у нас нет каких-то тем, на которые конкретно мы консультируем, люди могут звонить в принципе с любыми запросами и суть этого проекта в том, что, ну, почему так называется, да, то есть ты помогаешь другим, и эта помощь идет как бы тебе, потому что ты с одной стороны, может быть, есть у нас, например, некоторые коллеги, которые, как и я сейчас в поиске работы, не могут найти работу, вот они с одной стороны помогают другим, а с другой стороны они помогают себе, то есть ты в это время не тратишь свои, не теряешь свои профессиональные навыки, да, даже если у тебя нет сейчас социальной работы, есть возможность поработать на телефоне и, как говорится, как-то поддерживать свои навыки, и опять же мы общаемся и между собой на профессиональные темы, и есть у нас и супервизии, и интервизии, то есть какая-то вот эта профессиональная деятельность все равно идет, и это очень интересно и очень даже приятно. Уже вот я в проекте, наверное, около трех лет. Хорошо. Здорово. У нас как раз вот появился вопрос снова от Елены. Подскажите, пожалуйста, проводили ли вы консультации по скайпу? Удобно ли это делать незрячим людям? На мой взгляд, это очень удобно делать незрячим людям, и это ничем не отличается от консультаций по телефону. А у нас приходится в скайпе, в нашем проекте, в скайпе проводят консультации без видео, то есть только голосом, но я знаю, что сейчас есть очень много ресурсов, много сайтов, на которых нужно проводить консультации с видео, то есть тебя видит клиент, и в этом я тоже не вижу никакой проблемы, потому что, ну, даже если ты находишься дома, то, как говорится, не обязательно быть в тапочках и гигудях, да, то есть можно прилично выглядеть, можно сделать обстановку, которую не стыдно показать, то есть рабочий стол свой и тот же, и так далее. То есть, в принципе, я не вижу в этом никаких проблем. Есть многие люди, которые рассказывали мне, что пробовали уже работать вот на таких ресурсах в интернете, то есть есть, если мы консультируем в нашем проекте бесплатно, то есть как раз платные консультации по скайпу, даже, я знаю, ватсап, мессенджерам разным, то есть сейчас это уже очень-очень даже процветает по разным клиентам, ну, я имею в виду в интернете, потому что человеку, он звонит, ему бесплатно, он может позвонить с любой точки мира, да, вот нам, например, в наш проект скайп звонят люди очень разных стран, то есть это все русскоговорящие люди, но, тем не менее, они по той или иной причине живут сейчас за границей, и очень часто нам звонят, вот, пожалуйста, есть Wi-Fi, звоните, никаких дополнительных средств не нужно. Ну, на мой взгляд, сейчас даже процветающая такая отрасль, потому что многим комфортно работать из дома, я знаю людей, которым так проще, многие на фрилансе работают, да, пока есть такая возможность и желание, работал, нет такой возможности и желания, не работаешь, или, опять же, люди, которые находятся в декретном отпуске, либо еще по каким-то причинам, они могут или не хотят работать в офисе, да, ездить далеко и так далее, работать дома. Вот, собственно, вот такие консультации у них, возможно, будут являться в отпуске. Хорошо, Юля, ну, тогда подскажите, у меня тоже возник вопрос, то есть вы говорили о том, что одним из ключевых моментов является то, что незрячему человеку лучше приходить на собеседование, ну, самостоятельно, с тростью, да, показывая, без мамы, скажем так, папы и других сопровождающих. А подскажите, в вашем случае вы как сразу, вы вообще были из университета, достаточно адаптированные, вот, сами ходили, или вы просто потом в какой-то момент решили, что вы будете делать так и пошли. И еще, и очень интересно, вы, например, в каком-то новом неизвестном месте, да, находится, вот, место вашей работы, куда вам нужно прийти на собеседование, ну, там, в будущем предположении, вы как-то предварительно рассматриваете маршрут или просто вот встали и пошли туда сразу. Ну, могу сказать, что мне, наверное, повезло в плане обучения пользователя тростью, потому что я знаю, что в России это у нас большая проблема, к сожалению, потому что очень много людей достаточно поздно начинают ходить с тростью, в школах у нас мало где обучают, в моей личной школе я вообще первый раз увидела трость, наверное, может быть, в возрасте 16 или 17 лет, вообще увидела что-то новое, а до этого я всем говорила, что да я никогда не буду ходить с этой уродливой палкой, что я молодая девушка, я буду ходить как старушка с клюкой, я думаю, это многим знакомо, у многих есть такая мысль, что это же некрасиво, все будет тыкать пальцем, господи, да что же это такое, я не буду с ней ходить никогда. И, собственно, поступив в университет, я тоже еще не умела ходить самостоятельно, я ходила с друзьями, с одногруппниками, кто-то мне помогал, но в один прекрасный момент, честно говоря, это начало меня очень сильно напрягать, потому что, когда ты хочешь пойти куда-нибудь, а человек тебе говорит, слушай, а я туда не хочу, или тебе говорит, слушай, а я занят, да, и ты сидишь и ждешь просто потому, что не можешь пойти на нужный концерт или на какой-то интересный семинар дополнительный, просто потому что ты не можешь туда дойти. И, наверное, это совпало как-то еще и с тем, что в наш университет приехали после обучения в Америке две очень замечательные девушки, которые как раз прошли обучением преподавателя ориентирования. У нас в университете несколько лет был грант по обучению как раз инструкторов по ориентированию мобильности. То есть они как раз приехали из Америки с навыками, да, и обучали инструкторов ориентированной мобильности. А тренировались они как раз на нас, то есть мы, те студенты, которые тогда обучались в университете, с удовольствием стали под опытными кроликами, если можно так выразиться, вот тех новых инструкторов. И я вот, собственно, где-то со второго курса только начала обучаться ходить с тростью, помню, как это было психологически сложно ходить в среде студентов, вокруг все молодые люди, ты ходишь с тростью, до этого ты никогда с ней не ходила, все привыкли тебя видеть, хоть и понимали, что ты не видишь, но тростью у тебя никогда не было. А тут ты ходишь в молодежной среде, среди, не знаю, красивых молодых людей, и ходишь с этой тростью, было очень сложно психологически, но, к счастью, помогли мне и мои близкие люди, которые мотивировали меня, говорили, да, что это нужно, что это правильно. И, честно говоря, вот я до сих пор помню свои первые самостоятельные походы, это было настолько, сначала сложно, а потом это было настолько фантастически, то есть ты понимаешь, что это круто, что просто я могу ночью сама, не знаю, пойти в магазин, вот захотелось мне ночью яблоко. Вот просто захотелось, ниоткуда. Я взяла и купила его себе сама. То есть это было очень здорово, и, собственно, с использованием тростью открываются, на мой взгляд, вообще неограниченное количество возможностей, потому что ты можешь все. То есть можешь поехать, пойти куда угодно, можешь путешествовать. Ну, честно, как это не звучало, это действительно новый мир, и это очень важно. Если говорить по поводу собеседований, то как раз, когда я заканчивала уже университет и начинала искать работу, с тростью я уже была на «ты», и было у меня пара собеседований, на которые я ездила как раз не одна, и как раз после этого я поняла, что это ошибка, и что делать это не стоит. Да, это легче, да, это проще. Некоторые даже делают так, что, не знаю, там, доезжают до учреждения с кем-то, а потом заходят одни, тоже как вариант, почему бы и нет. Но все-таки, конечно, лучше делать это самому. Как обычно делаю я, я маршрут заранее не рассматриваю, то есть не езжаю туда, например, за один или за два, но, например, узнав адрес места, куда мне нужно будет ехать, я стараюсь либо в интернете посмотреть, где это примерно находится, либо, может быть, даже у кого-то просить, просить посмотреть мне по карте, или сама смотрю по Дубльбису с другим приложением, что есть рядом, например, какая ближайшая станция метро, или какое, есть ли какие-то рядом ближайшие ориентиры, большие, например, торговые центры, Макдональдс или какие-то там сетевые кафе-рестораны, то есть что-то, на что мне потом можно будет ориентироваться. И, например, если мы берем Москву, то здесь, конечно, проще, то есть ты знаешь какую-то станцию метро, ты туда приезжаешь, а уже оттуда, например, я обычно, я очень много пользуюсь помощью людей, как пользуюсь, я просто спрашиваю. Если я не знаю, куда мне пройти, я просто могу спросить, а вот знаете, мне нужен выход из метро в сторону, там, магазин Евросейдин, мне говорят, а вам направо, или а я не знаю, да, то есть у меня нет проблем спросить, я могу спокойно спросить, и кто-то может либо подсказать, либо даже часть пути проводить, сказать, а мне тоже туда, хотите, мы с вами вместе пройдем. Или вот вам, например, мне объяснили часть дороги, я прошла ее, дальше опять встретилась с непониманием. Пожалуйста, я опять могу спросить, или опять же сейчас есть навигаторы, что тоже очень сильно облегчает жизнь, можно забить точку в навигаторе и, собственно, идти по нему. Конечно, это тоже не значит, что навигатор поведет вас прямо к двери кабинета желаемого, нет, можно иногда поплутать вокруг этого здания, но, тем не менее, помогает тоже сильно. Я стараюсь на собеседование приезжать очень-очень заранее, если есть такая возможность, прям за час-за два, потому что, если я быстро нашла, то я лучше там погуляю, или где-то посижу рядом, попью кофе, или поготовлюсь к собеседованию, в общем, найду чем-нибудь, просто поболтаю с кем-то по телефону, то есть лучше я буду уже рядом и спокойно, когда будет мое время, за пять минут, я зайду и все это будет без опозданий, чем потом бывали у меня моменты в начале, когда я это не предусматриваю, потом ты звонишь, извиняешь, я говорю, а вот ничего, если я приду чуть попозже, или потом, или завтра, и это, конечно, уже портит впечатление. Человек уже понимает, начинает думать, что ты какой-то необязательный, безответственный, и, наверное, не стоит тебя приглашать. Хорошо, ладно, спасибо вам большое, Юля, за ответы, спасибо большое, дорогие слушатели, за такие вопросы интересные. У нас уже подходит время, к сожалению, и мы завершаем наш вебинар, я бы хотела такой небольшой анонс дать, что у нас вскоре будет тоже мероприятие, посвященное вот этому же проекту, именно трудоустройству, мультимобильности в трудоустройстве, есть, Юля, вам тоже большое спасибо за то, что вы очень много аспектов, много нюансов рассказали о собеседованиях, именно о том, как нужно делать, как вы делали, поделились своим таким богатым опытом, потому что, честно говоря, он даже есть не у всех далеко. Плюс в том, как нужно находить плюсы, как стоит проанализировать неполучившееся или, наоборот, получившееся собеседование, удачное или неудачное собеседование. Итак, в ближайшее время у нас также по проекту мультимобильность трудоустройства пройдет круглый стол в темноте, как стать конкурентоспособным на открытом рынке труда. Это случится 29 ноября, завтра, и ведущим выступит Михаил Вицеховский, вице-президент «Оно белая трость», незрячий массажист с многолетним опытом работы, который имеет огромную клиентскую базу и работает в нескольких местах, скажем так сразу. И отмечу отдельно, что круглый стол пройдет в необычных условиях, так как он будет проходить в абсолютно темном помещении. То есть для зрячих людей подобные мероприятия это возможность погрузиться в какие-то новые условия для незрячих людей, это возможность и понимание столкнуться с человеком, который имеет опыт, и получить, перенять этот опыт. Также вы можете присоединиться к нашим мероприятиям, предварительно зарегистрировавшись по телефону. Плюс семь, девятьсот восемь, шестьсот тридцать, ноль шесть восемьдесят. И следующие вебинары от профессионалов с инвалидностью по зрению состоятся в декабре. Мы будем предварительно рассылать анонсы с небольшой информацией о нашем будущем выступающем. И материалы данного вебинара мы обязательно запишем и выложим на канале YouTube. С Юлей, соответственно, с Юлей вы сможете связаться. Мы оставим там координаты. Я надеюсь, Юля, вы не против. Да, конечно. Если к вам какие-то вопросы. Конечно, конечно. Хотела как раз поблагодарить, во-первых, вас, Анастасия, Екатерина и всех, кто участвовал вообще в вебинаре, и в том, что вы меня пригласили. На самом деле опыт для меня был тоже очень интересный и полезный. Во-первых, интересно об этом говорить. Во-вторых, когда рассказываешь, сам как-то по полочкам все это раскладываешь. Спасибо всем, кто присутствовал на вебинаре. Еще раз прошу прощения за технические неполадки. И, конечно, со мной можно связаться и в социальных сетях, и по e-mail, и по телефону. С удовольствием пообщаюсь и поделимся с вами каким-то интересным опытом вашим и, может быть, моим. Спасибо вам, Юля, еще раз большое. И благодарим также благотворительными прогнозами возможностей Фонда поддержки развития филантропии КАФ, в рамках которой проводятся наши вебинары. Итак, мы завершаем. Всем до свидания. И в скорости ссылку на запись мы также разошлем по нашим рассылкам. И, я думаю, Юля, вам тоже будет интересно получить ссылку. Мы отправим ее вам обязательно, чтобы у вас был ваш собственный вебинар. Спасибо большое. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok